Гол в наши ворота на первой минуте матча. Так началась встреча хоккейного клуба «Саров» с принципиальным соперником команды «Старт» из Таншаева. «Саров» медлить не стал и сравнял счёт, отправив шайбу в ворота противника. За несколько минут до перерыва нашей команде удалось вырваться вперёд. Первый период закончился со счётом 2-1. «Начали неплохо, кстати, забили на ошибки соперника в первой же смене на первой минуте. И так же быстро пропустили со сбрасывания почти удаления. И получаем через минуту, наверное, не уже точно. Сейчас не вспомним. Неплохо начали, знали, что будет тяжело первый период. Хозяева дома играют очень здорово, полные трибуны, плюс сказывается дорога, всё равно мы тут до всего добираемся. Поэтому знали, что будет тяжело первый период и, считаю, неплохо начали». Несмотря на то, что старт играл неполным составом, соперники держались уверенно, не давая хозяевам расслабиться. Второй период исход игры не определил. Противники не отдавали друг другу преимуществ. На перерыв ушли со счётом 4-4. Валидольная игра продолжилась и в последнем периоде. Здесь Саров уже не подпустил старт к своим воротам. А вот ворота противника атаковали регулярно, забросив туда две шайбы. Финальный счёт игры – 6-4. Самый молодой игрок команды Никита Царьков в этой игре забросил свою первую шайбу в высшей хоккейной лиге области. «Мы готовились усердно к этой игре, чтобы порадовать зрителей наших и сыграть на больший счёт. Разрыв шайбы». «Помог тренер, подсказывал нам, как играть в обороне, чтобы убежать в контратаку и забросить шайбу, одержать победу». Следующая домашняя игра пройдёт 18 ноября. Саров скрестит клюшки с хоккейным клубом «Автотранс».